МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больного Оскара с розовой дамой, которую он называет мамой. Розовая дама делает все, чтобы в последние дни, в которые проживает этот мальчик, чтобы они были даже заигрышные, а даже чудесные, сказочные, светлые и так далее. Ну, о том, как надо жить светло, несмотря на ничего. За последние 12 сказочных дней Оскар проживает целую жизнь, успевает познать всю гамму чувства переживаний, которых волей судеб был лишен. На примере героя в исполнении Веры Храмникова и Эгела Вильюмова авторы постановки стремятся показать неувядающую прелесть жизни. Каждое ее мгновение надо проживать, как в последний раз. Ощущением добра и света пронизана и музыка к спектаклю. Эта музыка уже звучала практически при прочтении сценария. И там практически нет ни одной минорной ноты. Светлая музыка. Светлая музыка. Не веселая, но светлая. Практически каждое слово из этого сценария превратилось в ноты. Тема смерти все-таки это тема, которая у всех где-то есть на уме. Мы не можем жить без этого. И себя лично, и родственники, и знакомые, и друзья. Все мы прошли как-то вот через это. И вот это светло, это самое главное. Мы хотим, чтобы после спектакля, может быть, человек заплакал, но он ушел светлым. Он ушел со светлыми слезами, если так можно верзиться. Зрители этого камерного спектакля почувствуют себя не сторонними наблюдателями, а участниками действия, которые разворачиваются на их глазах. Театральная сцена служит и зрительным залом, и местом действия. Премьера спектакля «Оскар и розовая дама» состоится 26 и 27 мая в 18 часов 30 минут.